Что ж, дамы и господа, возвращаемся и гранд-финал. Прямо на ваших глазах, наконец-то мы дождались. Турнир 24, Сайбер Оркскоп Викли 10. Ну и, в принципе, ДПЕ довольно уверенно удерживает пленда, так и наконец-то пошла атака. Ангел делает враг вместе с Меду, они агелируют команду оппонентов, в живых только два игрока команды ДПЕ. Прошу прощения, Ли и Фури Слэр. Я думаю, мало что может помешать им раздефьюзить. Все равно численное преимущество. Да, конечно, пытаются нашивать ребята из ДПЕ, но этого просто не хватает. Так, четвертый раунд за Фан Пласс Финнинг. Любая фанаская поддержка, она сжигает огни в сердцах. Судил зажигает в составе команды, пытаясь указать Меда, куда встать. Меда делает дабл-килл, и это шестой раунд за командой ФПХ. Сейчас ДПЕ играет, кажется, казалось бы, за сильную сторону Ангел Пуш, но нет. Бывает он не что-то того, что он пикнил стенки и шао, дабл-килл со своим ультимейтом делает, а это 7-3. Это сразу же перерывает сова команды ДПЕ, хотя Ангелу это не важно, он за диффузор. Половину еще истина, еще и продолжение диффузора. Вот, не разбитый, стреляйте по Ангелу, кто-нибудь наконец-таки Ли. Попадает Ли, делает уже дабл-килл, Ли делает трипл-килл, вот это да, шао. И Минс все-таки добирает. Так Ли выходит пикать на лонг, ой, Ли смотрит в нужное направление. Неприятное положение, всего лишь 37 хп, и шао все равно перестреливает Ли. Какая стрельба, шао нет! Да, и убивает его 2 в 4. Тяжелая ситуация для фан-класс Феникса, но никогда шедо в живых делает и полкилл, и выигрывает эту карту. У обороняющихся серьезное преимущество по винрейту, Ангел с Шао уже дают по одному фрагу, как же они контролят этот мид. Как раунд практически закончился, остается Минс один, и тут на него просто вылетает, хотя смотри-ка, он делает 2 фрага, он еще готов побороться. Времени в принципе достаточно, чтобы сделать эти 2 фрага, и так Минс перестреляет Ли. И, конечно, времени на то, чтобы ставить спайк, нет, он сделал вид, будто побежал на бэплент. Но Меда, кажется, не повелся, он до конца чекал мид, и выигрывает этот раунд для своей команды Сайпер. Пошли прострелы у нас с АВП, причем удачные, по-моему, как мне могло, по крайней мере, показаться. Минс убивать Зипана. Преимущество неожиданное у нас для команды ДПИ в этом раунде. Но на таймере очень мало времени, нужна быстрая перетяжка, 25 секунд. Растяжка от Меда дает о себе так же знать. Помощь прилетает. А 10 секунд шла. Лайтнинг, да, его перестреливает. Сейчас Лайтнинг остается на планте. 5 секунд успеет ли он поставить спайк Лайтнинга в виде Джеду. Ну, может, команда не позволяет. Всякое бывает у команды ДПИ. И находит Ангела боев, дает информацию, убивает еще. И фурифс на ее делать. ДПИ у них пока что есть некое экономическое преимущество, что является самым главным. Так, Семигат Ригзак будет чекать, но на него пока что шедал не палец. И вот выход из Семигат, Екарти Асент. Здесь нет шансов у команды Фантас. Ома на ДПЕ, ну и Шедоу. Попытка ворваться. Пока что он в слепе, и не удается представлять Семигата, у которого 6 хп. И какая попытка Пикатли. Сушау может быть реализовано в том, что он просто задушит девятку вместо Шед. Последний игрок команды ДПЕ. В опасной близости с Шедоу, решающий за пуш Шедоу, не вывозит Минс. 1-2. И удастся ли у него это выиграть? Минс, еще один фраг. Минс, нет. Как же он был близок, но как же он теперь далек. Поздравляем команду Фантлас Феникс с чемпионством на нашем турнире. Опять же, в очередной раз говорим, что Ангел становится победителем во второй раз. Шау в третий. Ну а для ребят, безусловно опытных ребят из коллектива Фабрикин, бывшего Шедоу, Зипан и Меда, это первая победа у нас. Тем не менее, какая красочная, какая уверенная. Сайбер Оркскап 10 комментировали Игорь Хеликс-Мещеряков и Михаил Виллоу-Рябов. Вы можете переходить на сайт к нашим партнерам 24Cyber.ru, разумеется, подписываться на все наши социалки, донатить, если вам несложно, ну и следить за комментаторами, то обязательно подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok